Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я не снимала влоги где-то месяц, так получилось, плюс были майские праздники, пасхальные, ну короче, вышло как вышло, и я сейчас накрасилась для себя, у меня просто было настроение, и даже немножечко для вас, чтобы выглядеть поприличнее, хотя у меня каких-то особых проблем нет с тем, что показаться вам без макияжа, я всего лишь человек и не всегда выгляжу хорошо, иногда и макияж не помогает. И сейчас, девочки, я лечу в магазин, надеваю сережки, мне нужно купить продукты домой, потому что в холодильнике мышь повесилась, кстати, из-за праздников, наверное, многие пропустили видео про Алиэкспресс, где я показывала вот эти сережки, они хорошо выполнены, так что могу оставить вам ссылку. И еще, помните, я вам показывала белую футболку, вообще белые разные футболки из разных магазинов, и вот это из Uniqlo, из мужского отдела в размере XS, она, конечно, длинноватая, такая свободная, но качество у нее огонь. Если вы повыше, если вы носите там размер S, или вы предпочитаете оверсайз и больше, то посмотрите на футболки именно в мужском отделе. Я ее стирала уже, наверное, раз 5, и она до сих пор в очень хорошем состоянии. Конечно, это маловато, но иногда после стирки вещь превращается в тряпку, такое зачастую встречается с футболками из Zara, например, из Bershka, там везде случаются исключения, это не правило, но все-таки Uniqlo, конечно, очень даже порадовали меня. И сегодня я хочу вместе с вами сделать еще и разбор гардероба, я уберу зимние вещи, переберу то, что я не надевала на протяжении сезона, наверное, нам придется расстаться с этой одеждой, потому что это все складируется, и, конечно же, готовьте свои комментарии в стиле «Зачем одному человеку столько одежды? Куда столько накупать? Зачем тратить столько денег? Комментарии приветствуются?» Я не собираюсь оправдываться, я много раз рассказывала, что и как, и те вещи, которые сохранились в хорошем состоянии, я их отдам, благо мне есть кому отдавать, я это делаю регулярно, и то, что уже как-то растянулось, появились какие-то дырки или леггинсы а-ля кожаные, они вообще прослужили один сезон, и я вижу, что их никак невозможно реанимировать, поэтому такие изделия я отдаю на переработку. Вот, так что я лечу, девочки, за продуктами, потому что нужно готовить ужин для семьи, а потом приеду и окунемся с вами в мой гардероб, а еще нужно пересмотреть летнюю одежду, что у меня там, если мне будет достаточно времени, то я еще и буду что-то надевать на себя, но обещать не могу, потому что реально шмоток у меня много, и это не лечится. Закупка продукта затянулась на целых три часа, но я рассчитываю на то, что я быстро справлюсь со своим гардеробом. Для начала мне нужно убрать зимние вещи, потому что они занимают больше места, чем летние, они объемные, они теплые, надеюсь, что они не пригодятся мне в ближайшие несколько месяцев, я изрядно подустала от шерстяных свитеров, от каких-то теплых кофточек, от длинных брюк, уже хочется не так сильно одеваться, хотя за окном у нас сегодня и вчера, и позавчера, аж целых 11, 12, 13 градусов тепла днем и дождь. В этот раз я решила не просто поскладывать все в органайзер, а вот принесла лестницу и смогла достать до верхних полок. Просто со стульчиком я туда не могу добраться, поэтому часть вещей сложила туда и вернусь к ним уже в следующем сезоне. Я думаю, что такой же разбор, как летние одежды, сделаю ближе к осени. Часть зимних вещей я вынуждена отправить в химчистку, на моем любимом свитере появились какие-то странные пятна неизвестного происхождения, надеюсь, что его смогут спасти. Знаете, что я заметила, что у меня не так много свитеров зимних, шерстяных, разных, которые бы сильно скатались. Это радует. По-моему, год назад или чуть больше я покупала себе костюм из эко-кожи, манго. Он очень мягкий, красивый цвет. И вот жакет, жакет я, пожалуй, оставлю, хоть он на меня и великоват, но как-то, не знаю, прикипела душа к нему. Брюки совсем велики, они всегда были свободными, но сейчас прям совсем нет. Жакет еще оставлю. Вот брюки недавно надевала, они на резинке сверху, и я буквально их ловила. Жалко, конечно. Ну, ничего. Здесь XS скорее идет на S. Я, как человек-жакет, вы, наверное, в курсе, имею в своей коллекции штук, наверное, 15. Бывает. И вот этот, вот H&M, он изначально тоже был мне длинноват. Не знаю, не ношу его так часто, как хотелось бы, поэтому дам ему второй шанс, вторую жизнь, точнее. И пусть кого-то из девочек повыше он будет радовать. Я его надевала аж один раз. Цвет очень красивый. Еще один жакет Oversize из Stradivarius. Ему, конечно, надо постираться. Ну, потому что вот эта этикетка чуть, как будто затерлась. Ну, и ткань у него такая, знаете, видно по ней, что она долго не посужит. Это трикотаж. Наверное, просто отдам на переработку. Он какой-то такой подгулявший, и я его носила несколько лет. Забыла показать вам в покупках. Будучи в Аутлете, я купила себе толстовку по очень хорошей цене. Levi's, тоже в Аутлете, белого цвета, с классическим логотипом. Взяла себе S, чтобы она была такой, знаете, объемной и мягчайшей. Такой не слишком плотный, не зимний, но кто-то в поездку на прохладные дни, на прогулку. Очень люблю. У меня когда-то была толстовка Levi's, и я ее сносила. Она уже, так знаете, затерлась, прям выстиралась, тоже белого цвета. Она у меня была из Аансфора, но в этот раз просто была в Аутлете. Как раз хорошая акция, так что взяла там. Шерстяные жакеты отправляются в летний отпуск. Помимо джинсовки, девочки, которую я показывала вам в покупках, у меня есть и потертая, оверсайз, куда же без этого. Какая-то она сильно потрепанная, не? Что-то она мне не нравится. Правильно я сделала, что убрала вот эту заношенную курточку из Zara. У меня же есть гораздо круче рубашка, тоже оверсайз, это по-моему XS. Ее надо постирать. Это Pull&Bear, с прошлого года, наверное. Вот. Да, постираем. Но она точно остается, и это будет моя основная джинсовая куртка на все случаи жизни. Кардиган резервт уже все. Есть у меня еще такой свитер, который напоминает мне по стилю тот, который когда-то носила принцесса Диана с овечками. И я купила, хотела вернуть, потом мама была у меня, и я говорю, мам, ну что скажешь? Она говорит, такой прикольный, еще и вне времени, то есть это сезонная вещь, но все равно она будет всегда актуальна, и я не стала вам показывать его в покупках, по той причине, что их очень быстро разобрали, они были там в трех цветах, голубой, красный, еще какой-то, и они больше не появлялись в наличии. Это, конечно, пластик-фантастик, 100% акрил, но он супер веселый, и, конечно, я его оставлю. У меня есть где-то три или четыре свитера именно на сезон зимних праздников, но этот яркий, насыщенный в сочетании с белыми джинсами, с леггинсами, какими-то с большим пуховиком, с ботинками светленькими, выглядел очень симпатично. Вот это я жлоб. Рубашка из Zara, я ее ни разу не надела за этот осенний-зимний сезон, даже весенний, но она по сей день мне нравится. Шифоновая рубашка Mango, у меня столько вещей, которые я покупала давно, это Esco, и она велика мне, и, вы знаете, этот цвет такой кирпичный, мне нравится на ком-то, особенно на моей подруге, но когда я его надеваю, мне почему-то, вот знаете, не то чтобы не комфортно, но мне кажется, что есть другие, более выигрышные для меня. А шифоновая рубашка, она тоже, ой, всегда кстати, пусть кого-то радует. Большой свитер, прям сильно оверсайз, он буквально как туника для меня. Это Mango, он акриловый, и он так скатался, что мне кажется, его уже не спасти. Он свое отсужил, слушайте, я до сих пор помню, сколько он стоит, и мне до сих пор обидно, что аж столько за акрилы, тем более, что спустя несколько сезонов уже все. То, что уже никому не подаришь и не отдашь, это белые футболки. Они когда-то были белыми, а сейчас они уже, возможно, не видно этого в камере, но особенно в области горловины, желтые и даже белизна уже не помогает. Ну, базовые футболки это то, что периодически приходится обновлять. Вы будете смеяться надо мной, возможно, даже не поверите, но у меня реально осталось две белые футболки. Чисто белые. И все. Зато у меня куча цветных, которые мне когда-то подарили. Слушайте, рубашка из Zara, с вот такими вставками из сатина, полосочку. Когда ее отгладишь с какими-то нарядными сережками, она очень даже ничего. Но надевала я ее в последний раз аж осенью, а до этого тоже, наверное, год как. Нет, она, конечно, прикольная, но я тоже ее покупала очень давно. И она вообще не застиранная, не затертая, в размере XS, но это тоже такой оверсайз. У меня много оверсайз вещей, поэтому когда ко мне приезжает мама, там подружки, у меня всегда что-то найдется для кого-то, потому что размеры такие универсальные, можно сказать. Я решила выбросить несколько спортивных костюмов, потому что они уже отслужили свое, аж поскатывались. Этот был из Reserved. Носила я его года полтора, очень часто. Конечно, белый он быстро пачкается, даже сняла отдел, толстовка испачкалась. И сейчас точно такие же есть в новой коллекции разных цветов. Вот этот, он даже не белый, а молочный. Я его любила больше всего, как-то так берегла, не на прогулку с собакой. Но это моя повседневная униформа, то, что я стираю буквально каждый день, потому что, выходя на прогулку с юги, я никогда, клянусь вам, никогда, ни разу не вернулась с чистой обувью и с чистыми штанами, как минимум. Это нереально. Но, наконец-то, скоро я уже смогу носить те вещи, которые я покупала еще на зимние распродажи. 400 злотых за жакет из льна, но это вообще космос. Не знаю, сколько там сейчас все стоит в Заре. Я не смотрела жакеты, потому что, мне кажется, мне пора остановиться. Но помните, я вам показывала костюм, он обошелся мне реально недорого. И повешу его, и буду ждать теплые деньков. Я почему-то забыла снять этот костюм в покупках из Алика. Это костюм оригинальный из муслина, с короткими шортами. И выглядит это оригинально с определенными аксессуарами. Я так сначала, знаете, скептически к нему подошла. Думаю, какая-то такая фигня. На картинках выглядела интереснее. Потом подумала, один раз живем, когда, как не сейчас в этом ходить? Что, в 60 лет? Нет. Поэтому пока что буду щеголять. Тем более, что пока ноги тоже в нормальном состоянии. Почему бы летом их не проветрить? Правильно, девочки? Степень и масштаб Армагеддона ужасающие лично для меня. Часть вещей еще поскладываю в органайзер. Но для начала его нужно освободить. Также то, что на полу сложено, но у меня чистое, как раз только убиралось. Это вещи, которые остаются. И также кое-что, что буду выбрасывать. Поэтому так валяется. Здесь у меня все без изменений. Вот этот отдел, вот эта часть моего гардероба, это то, что я ношу целый год. Поэтому в основном она забита. Здесь у меня боди, лонгсливы, рубашки летние и не только. Вот эти яркие с прошлого года из льна Азара. Футболки бежевых у меня целых три. Потом полосочка. Вот эти цветные мне когда-то дарили Милскарта. Все цвета, практически радуги были. Часть я подарила девочкам из Украины. Когда был большой наплыв переселенцев, я собирала, правда, много из своего гардероба. А здесь майки, топы. Внизу же я пока что не знаю, как это все организовать. Я предупреждала вас, что шмоток будет много. I'm sorry. Здесь рубашки. Вот эта клетчатая, она просто обалденная. Я ее покупала давно. И она до сих пор чудесно сохранилась. При том, что я ее носила и поверх спортивного костюма, поверх футболок, со всевозможными шортами. Класс. Рубашка джинсовая из последнего видео с покупками на лето. Это просто джинсовая рубашка, кардиган. Свитер в дырочку. Да, свитер в дырочку. Вообще, одежда вот такая вот ажурная сейчас будет в тренде. Я пока что его не надевала, потому что погода не позволяла. Но я его покупала в H&M, и это хлопок. И здесь у меня тоже немножко освободилось место, потому что чисто зимние жакеты, как я сказала, в отпуске. А это то, что я ношу тоже, можно сказать, круглый год. Моя позорная полка вон на самом верху. Я туда очень редко достаю. Сейчас у меня наконец-то есть лестница. Уберусь, там у меня нарядное платье. Стыд, позор, но такое тоже бывает. И вот. Навожу порядок. А что вы думали? Всегда все идеально? Конечно, нет. Так как это отделение самое большое, сюда я стараюсь вешать комбинезоны и платья миди. Горошек у меня два. Белые с последнего видео и черные, которому тоже несколько лет. Знаете, что в этом сезоне всякие там вязаные и костюмы, и платья, их сейчас завались. А оно у меня уже есть. Вот после органайзера, правда, примятое, но если его отпарить, оно до сих пор очень даже. Я покупала его в Страдивариусе, здесь, не поверите, хлопковая подкладка. Наверное, с примесью синтетики, но в нем не жарко, особенно вечером. Сейчас и в резерве есть, похоже, во многих магазинах. И если вас смущает, что открыты руки или пройма, вот английская вам не нравится, поверх, я часто надеваю еще и рубашку. Из льна, тоже, кстати, из Страдивариуса. Многие вещи я показывала вам на себе, или они у меня есть на фотографиях, так что постараюсь все вставлять. А я продолжу носить платья, которые еще и супер актуальны в этом сезоне. С нашей краковской погодой, девочки, комбинезоны, это вообще отличный вариант на лето. Потому что то холодно, то жарко, вообще ничего не понятно. У меня помимо джинсового комбинезона, тоже из этого года, есть комбез Карлсона. Комбез какого-то рабочего, который сам по себе выглядит очень странно. И когда я покупала его на распродаже в Заре, я думаю, нафига мне такое, типа, ну вообще, с чем его носить. В итоге, слушайте, если сочетать там с какой-то обувью, даже с кедами, или добавлять сумку большую, какой-то рюкзак, это очень стильно выглядят очки вперед. И ему уже несколько лет, и я его, конечно же, оставляю. Жакеты из льна, у меня их два, желтые, вот такой красивый, нежно-салатовый. Тоже много из распродажи. И вы сейчас, наверное, будете спрашивать, где платья. Платья есть, но многое я отдала, когда расслабляла свой летний гардероб в конце прошлого сезона. Так что платья мы с вами точно будем покупать в каком-то шоппинг-блоге, потому что мне самой хочется чего-то такого девичьего, чего-то, что будет даже больше открывать фигуру. Почему бы и нет, да? Платья из сарафана у меня присутствуют. Был у меня любимый сарафан, это 12 Stories, ему, наверное, лет 5. Это лен, помятый лен, постиранный, но ему уже просто... Хотя нет, капец или нет? Вот, я что-то пыталась повыводить с него пятна, и, похоже, у меня это получилось. Нет, все-таки сарафанчик остается, а вот жакет точно out, потому что на нем пятна, которые даже в химчистке не получилось вывести. Очень красивый розовый цвет. Вот эти пятна чертовые. Я его очень много носила, ну что поделать. Иногда такое случается. Слушайте, ну какая я молодец! Я отвезла в химчистку некоторые вещи из льна. Еще вижу, что есть этикеточка. Круто! Так достаешь и вообще не заморачиваешься, можешь сразу разглаживать и носить. Костюм цвета фуксия из льна с шортами. Из резерв. Господи, это так выглядит? Просто как из одного места. Ну, что вам сказать. Я не так часто его носила в прошлом году. Я как-то купила его, по-моему, в последний месяц лета. Вроде как мне неплохо в таком цвете. Поехать бы еще в отпуск, подзагореть. И с оранжевым. Помните, я вам показывала в сочетании? Огонь! И вообще просто сварилась, упрела. Я не очень люблю этот процесс. Если вы тоже, ставьте лайк. Реально, для меня, вот знаете, наряжаться это одно. А когда надо складывать, еще раскладывать. У меня нет гардеробной, мне приходится вот это вот туда-сюда. Это не так просто. И это тоже, знаете, должен наступить такой момент, когда я понимаю, нет, ну уже вот-вот будет жарко. Надо менять зимние вещи на летние. И вот чтобы прийти к этому расхламлению, к самому процессу раскладывания, развешивания. Это не так просто. И мне самой иногда нужна мотивация. Так что, если вам еще не хватало вот этой мотивации, то давайте со мной. А то мне тут одной и тяжело, и скучно. Юбочка из льна. Тоже с прошлого года. Ой, я ее настолько сильно любила. Я вообще надевала ее по случаю. И вообще без повода. И также у меня есть вот такое яркое платье. Но со сборочками красивое сочетание розового. Они такие полупастельные, розовые с оранжевым, с каблуком. Даже чувствуешь, ощущаешь себя совершенно по-другому в таких вещах. И мне хочется сосредоточиться на чем-то таком в этом году. А не только оверсайзе, что-то удобное, и костюмы на каждый день. Платьица короткая, девичья. Несмотря на то, что зеленый был на максимальном пике популярности в прошлом году, все равно оно тоже вне сезона. И с каблуком, и без каблука. С таким шнурочком. О, кстати, похожее платье сейчас есть в резервт. Разных-разных цветов. Тоже какие-то типа огурцы или какой-то такой принт. Летние рубашки сильно оверсайз. Тоже распродажные. У меня в размере М. И я специально брала их для того, чтобы возить в отпуск, например, или куда-то на пляж. Потому что можно сложить в сумку. Они не особо мнутся. И поверх купальника тоже здорово выглядят. Именно так я и носила их. Платье в стиле мешок картошки. Действительно, цвет у него как у мешковины. И плюс оно еще из льна постиранное. Из органайзера. Сори, что это выглядит так. Но если я начну еще отпаривать, я никогда этого не закончу. И вы знаете, на сайте оно не выглядело как-то интересно. Потом, когда приехала, я добавила аксессуары. Примарафетилась. И мешок картошки преобразился. И я люблю это платье. Я помню, что я надевала его очень много раз в прошлом году. И, конечно же, продолжаем носить. Плюс коротенькое. Будем выгуливать мои ноги. Длинное платье в полоску. С коротким рукавом. Из тонкого хлопка. Но оно как-то так выигрышно смотрится на фигуре. Что и не увеличивает. И это не горизонтальная полоска, а вертикальная. Но оно все равно вытягивает силуэт. У меня размер XS. Не знаю, как оно будет сидеть в этом году. Но в прошлом, когда я не знала, что мне надеть, я брала его, любую обувь. И вперед, по всем делам, куда угодно. И сейчас похожее платье есть в резерв. Причем еще из более плотного материала. Их там несколько вариантов. Я, наверное, офигею от монтажа, от поиска фотографий во всем этом. Или видео. Не знаю, как будет со ссылками. Успею отыскать или нет. Но точно видела в стационарном магазине. Если вам хочется чего-то такого, то не поленитесь вы. И посмотрите. И в H&M, конечно, тоже всегда что-то из категории базового найдется. О, смотрите, что я нашла. Рубашка из H&M. Я помню, сколько из вас купили ее по моей рекомендации. Как видите, она до сих пор у меня есть. И это тот случай, когда я вам рассказывала в покупках одежды, что эти вещи не изнашиваются. Она до сих пор окей. Отпариваем, продолжаем носить. Доставайте свою, если она у вас есть. Девочки, это классика. Летняя классика. Боже мой, у меня даже настроение лучше, когда я достаю летние вещи. Во-первых, больше всего такого интересного. И того, что тоже связано с какими-то поездками, с какими-то грилями. Я помню, что первые фотографии с Юкаси я выложила в этом костюме и в Италии его надевала. Это костюм из пластика, из синтетики. Это не сатин, это чистая синтетика, да. Но он настолько оригинальный. Это брюки и кимоно. Это Zara. И в каждом сезоне у них есть вот что-то такое пестрое. Немного с каким-то азиатским мотивом. Но опять же, вот несколько лет костюму, а я могу его надеть и до сих пор носить. Это вам, не знаю, что-то такое, что вот на пике популярности, потом проходит сезон, и ты смотришься в этом нелепо. Нет. И я рада, что я купила его. Я помню, я сомневалась, зачем мне такое. А теперь, каждый год, знаете, ура! Будем, будем носить. Достала, думаю, что это такое? Это топ хлопковый из Zara с чем-то на завышенной талии. Выглядит очень оригинально. Если где-то такое встретите, поверьте мне, и любите такое, поверьте мне, что он будет вам сужить. Не один год. И станет такой изюминкой вашего гардероба. Такими органайзерами я пользуюсь уже несколько лет. Особенно удобно было тогда, когда у нас в квартире был и киевский шкаф. Он туда идеально помещался. Я складывала все ненужное мне, временно-сезонное, и отправляла на самую верхнюю полку. Не всегда именно на полке удобно хранить какие-то жакеты, какие-то жилетки, шарфы, кардиганы. А так сложил, аккуратно закрыл, потом отпарил уже в следующем сезоне, и вещи в безупречном состоянии. Ситуация следующая. У нас уже новый день. Я вчера не справилась, потому что слишком поздно начала. И плюс еще снимала. Потом мне нужно было бросить все и готовить детям обед. Потом мы ездили в очень классное место. В Кракове вернулись достаточно поздно, пока уроки улеглись спать. Я тут разгребла все, что я набросала. И мы с вами продолжаем. Мой вам совет. Реально доставайте все вещи, которые у вас есть в гардеробе, пересматривайте. И иногда ты даже можешь не помнить о том, что у тебя есть, особенно если у вас вещей немало. И я напрочь забыла о том, что у меня вот такой красивый розовый сарафан из льна из Зары из прошлого года. Я его купила тоже на распродаже. Мне кажется, я человек скидкой распродажа. Я это дело люблю. И, конечно же, этот сарафан будет ждать теплой погоды или можно носить с джинсовой курткой с укороченной. Это уже будет смотреться очень здорово. Я уже боялась, что я кому-то отдала эти шорты, но нет. Кто со мной давно, помните, в H&M я их нашла. Это лен. Им, наверное, года три. И если у вас достаточно много элементов базового гардероба, неважно осенне-зимнего или летнего, хочется уже добавить чего-то такого с принтом или яркого цвета. И вот эти шорты тоже можно носить с белым цветом, с разными оттенками зеленого или хаки. И я просто убрала отсюда пояс, который шел с ними в комплекте. Я, по-моему, его выбросила. Потому что я всегда использую обычный пояс, ремень для того, чтобы образ выглядел не настолько расхлябанным, каким-то простым, что ли. Мне кажется, что я раньше закончу снимать YouTube, чем выброшу это платье. Оно какое-то неубиваемое. Тоже распродажа каких-то там лет из Зары. Это хлопок. И, ну вот честно, девочки, во-первых, оно не вестируется. Во-вторых, оно вообще не растрепывается. Ничего с ним не случилось. И мне очень нравится цвет. Такой ярко-оранжево-красный. И когда особенно чуть-чуть загоришь с черными шлепками, с черными очками, ну это беспроигрышный вариант. И я вам честно должна признаться, что я не знаю, сколько оно будет в моем гардеробе. Наверное, пока оно не развалится. Еще одно платье в Лимоне. Я помню, что я приобрела его у своей подружки перед отпуском в Италии. И я тоже возьму его с собой в какую-то поездку. Надеюсь, что оно будет тоже летом. И оно из синтетики на самом деле. И я помню, что я недорого заплатила за него. Но вот меня подкупил принт. И оно и женственное, с разрезом, по-моему, спереди. Да. То есть, и ножку видно. И если надеть вечером, то не сильно сваришься. Мне казалось, что я практически не ношу розовый цвет. А тут, во-первых, я купила себе розовое платье в покупках из Алиэкспресс. Показывала вам. Но я забыла о том, что у меня есть еще одно розовое. Но из H&M оно хлопковое, как и то. Только без подкладки. И я надевала его на день рождения с завязочками. Такое было еще и черное. Вы мне часто пишите, что мне хорошо в розовом. Как видите, я пользуюсь вашими советами. Прислушиваюсь к вам. Сама того не осознавая. Потому что это не последнее розовое, что у меня есть на лето. Хоумбес с прошлого года. Это тоже Zara. Меня иногда ругают за масс-маркет. Типа, как там можно одеваться? И вообще можно. Если перелопатить кучу всего, то всегда можно найти что-то хорошее. Точно так же с дорогими брендами. Бывает, покупаешь. Ну, вообще, ну, как-то или смотрится странно после стирки, или хватает на один сезон. Так что тут как попадешь. Вот этот комбинезон дышит летом. Нравится надевать его со шляпой, на пляж куда-нибудь. Ну, конечно, с глубоким... Оно. Он, конечно, с глубоким вырезом. Поэтому если в город, то нужно как-то немножечко застегивать или надевать топ под него. Топ у меня тоже имеется. Вот это я хомяк. Ну, очень красивое платье миди с разрезом. Еще не просто розовое, а с мятным. Я помню, что я приобретала его распродажа. Вы будете просто, наверное, подкалывать меня. Я сомневалась, насколько часто я буду его носить, потому что оно с претензией на нарядность. Хотя надевала его в Италии в такой обычной обстановке с плоским ходом. И мне смотрелось как-то, знаете, типа сильно нарядное на природе. Супербюджетное платье из Stradivarius, между прочим, еще и с хлопковой подкладкой. Видите? Белая вышибка поверх белого хлопка. Держу так, потому что не хочу. Ладно, застегну. Я уже сама устала от этих порядков. Я иногда что-то как задумываю, а потом уже в конце думаешь, господи, когда это закончится? Но это важно сделать. И вот сейчас я разобрала весь гардероб и заметила, что да, такой комбез, который я видела в резервт, из похожей ткани, только больше дырочек. Вы мне писали, как называется этот материал, но я в своем репертуаре, конечно же, не запомнила. В общем, сейчас очень хорошие варианты, не такие дорогие, как в Заре, есть в резервт. Я часто упоминаю резервт в этом видео, потому что это один из немногих магазинов, в которых я побывала и видела, что там у них в актуальной коллекции. Комбез нежно-персикового цвета. Один из моих любимых. И это тоже Зара. Ему тоже несколько лет, не поверите. И он не выстирал, он не закатался, он не порвался, я в шоке. Я не знаю, как он пережил столько со мной. Его прям интенсивно нужно отпаривать, и он может мяться, но это дышащая ткань. Нетипичный для меня цвет. Неужели человек помешан на базовых цветах или на бежевом, хочет чего-то цветного? Есть у меня и короткие платья, но вот это, например, не самое удачное. Оно цветное и лен, распродажа Зара, кто бы сомневался. Но оно вот какое-то, знаете, я не совсем понимаю, когда его надевать, потому что оно из плотного материала, с длинным рукавом, но с открытой спиной. Когда в прошлом году было холодно после дождя, то я в нем задубела. Но когда теплее, мне в нем жарко, при том, что спина открытая. Не соображу, когда его носить. Ну да, надевала на день рождения, но ношу не так часто. Теперь при выборе летней одежды буду учитывать и это, потому что так надела, типа прикольно, но на самом деле ношу не так часто из-за его особенностей. И вот тоже, как пример, у меня есть черное платье с рукавами и фонариками. Это Алик. И оно в размере S, свободное. Я люблю его подвязывать каким-то ремнем. Тогда оно смотрится еще более как-то, знаете, женственно, наверное. Несмотря на то, что здесь длинный рукав, это натуральный материал. Может здесь есть какая-то примесь, но в нем не жарко. И я носила из каблука, без каблука. И несмотря на то, что это Алик, слушайте, оно тоже не разлезлось. Все с ним окей. Тоже не первый сезон. И черный цвет летом для меня это не табу. Иногда хочется чего-то яркого, но черный он все-таки смотрится так как-то элегантно. И у меня не так много черных летних вещей. Но все же надеваешь, и, не знаю, есть иногда такое вот настроение, когда тебе прям хочется. В прошлом году я приобретала себе комплект с кимоно и шортами из резервт и с ажурным топом. Это такое, знаете, что-то оригинальное. Вот если мне западает что-то в душу, то я приобретаю. Или что-то по отдельности, или сразу целым набором. И я помню, что он доставлял мне колоссальное удовольствие. И здесь такая тонкая ткань, как будто джинсовая. Еще и вышивка белая. Носится хорошо, девочки. В моем гардеробе есть какие-то такие допотопные вещи, которым уже сто лет в обед. Но порой они очень здорово выручают. Это и не рубашка, это типа как кимоно, оно длинное. Вот так само по себе оно совершенно не смотрится, но джинсовыми шортами. С джинсами в принципе поверх какого-то платья. Завязываешь. Вот за счет того, что оно на меня великовато. И это еще и что-то с примесью хлопка. Очень приятно. Мягкие, кстати, не колятся. Купила в местном магазине в Скавине. Ну, то есть это пригород Кракова. Просто проходила и мой любимый пэш. Иногда думаю, может надо уже куда-то отправить на пенсию. Потом вспоминаю, как прикольно это выглядит. Какие-то образы. Куда я добавляю, например, активную бижутерию. И думаю, не, подожди, не торопись, Оля. Не торопись, будешь жалеть. По-моему, у меня нет никакой фотки в этом платье. Не знаю, с чем это связано. Оно короткое. Все, как моя душа сейчас желает. С открытым декольте. Это хлопок. Не буду говорить, откуда вы сами можете догадаться. И когда я его купила, в какой период продаж, и оно с рюшами внизу, что я как-то так, всегда думаю, ту мач, что ли. А иногда хочется быть какой-то такой молодой Моникой Белуччи, что ли. Кюлоты темно-синего цвета из льна с прошлого года. Они из Ойша, и там, между прочим, очень симпатичные модели с года в год. Не только белье, не только спортивная одежда, но и такая для выходного дня. Одно из моих любимых платьев, но оно из серии тоже таких нарядных и тоже миди. Наверное, короткое, не выглядело бы настолько выигрышно. Я добавляю сережки, ремень, и можно в город на какую-то вечеринку, на обед с подругой, с мужем, с кем угодно. И такие платья тоже часто появляются в Заре. В прошлом году однозначно были просто другого цвета, очень похожие, ткань переливается, и цвет хаки я люблю не только зимой и осенью, но и летом. С загаром смотрится фантастически. И, наверное, последнее это хлопковый комбинезон ультра-синего цвета, началось с карманами. У меня, по-моему, да, господи, зачем я запоминаю такую информацию, я не знаю, но я себе взяла его в размере 36, для того, чтобы он сидел как-то чуть свободнее, чтобы не подскакивал, когда я там наклоняюсь, хотя он короткий. И вот такого плана комбинезона с рюшами, вообще разные-разные всегда есть в H&M. Не брескуйте. Именно в летней коллекции в H&M бывают очень неплохие изделия, но тоже как попадешь. Я вам показываю из года в год то, что я действительно ношу, и когда вещи выходят из строя, я избавляюсь от нее. Но вот то, что нахваливала, когда покупала и говорила, что классная, можете тоже брать, если вам надо. Как видите, вещи со мной тоже не один год. Я не могу в это поверить, но я справилась. Я уже даже подготовила вещи, которые отвожу в химчистку. Это мой жакет, пальто, но не теплое, которое я недавно облила кофе, потому что гребаная крышка постоянно слетала и черный кофе уелся. Сама я ничего с этим не сделаю. Также свитера зимние, там два буквально только нужно отвезти в химчистку и все. Вот так это выглядит. Часть зимних вещей у меня в органайзерах. Я старалась максимально все развесить, потому что таким образом я точно вижу, что у меня есть и чтобы ничего не лежало без дела. Да, я успеваю это носить. Как видите, по фотографиям и не только в реальной жизни, поверьте мне на слово, что я реально очень многое ношу. То, что не ношу, я передариваю. Здесь у меня длинные платья какие-то, но все равно длины этого отделения шкафа мне не хватает, чтобы ничего не мялось. К сожалению, вещи нужно отпаривать, но я это делаю уже перед тем, как надеваю. Здесь внизу у меня какая-то домашняя одежда, джинсы, джинсовые шорты и это все. Я знаю, что хочу приобрести буквально там два, может, три коротеньких платья, и то, если что-то встречу интересное, и также комбез, о котором я вам сказала. Остальное у меня бан, но это не точно. А еще знаете, что благодаря своей лестнице я все-таки поскладывала нарядные платья, там был полный хаос, я не доставала, а вот так запихивала, насколько доставал мой рост, и теперь я вот вообще могу наслаждаться порядком. Девочки, я надеюсь, вам было интересно покопаться во всем моем летнем гардеробе, это было непросто, поэтому буду благодарна вам за палец вверх, за старания, за время, проведенное вместе. Пока, до встречи совсем скоро.